Начнем с того, для чего нам нужно вообще знать наши права. Когда мы знаем наши права, мы знаем, что нам защищать. У нас существует несколько групп нормативно-правовых актов, которые регламентируют права пациентов. Это как внутрироссийские нормативно-правовые акты, так и международные нормативно-правовые акты. Вообще, сначала мы поговорим о том, что такое пациент, что за понятие пациента. В 323-м федеральном законе об этом говорится так, что пациент определяется как физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которая обратилась за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания, от его состояния. Почему надо знать понятие пациента? Потому что как только вы входите в статус, у вас появляются права, а у медицинских работников появляются по отношению к вам определенные обязанности. Как я уже говорила, мы начнем с международных нормативно-правовых актов, регламентирующих права пациента. Естественно, это первое, что это всеобщая декларация прав человека. Она принята в 1948 году. И в статье 25-й там указано, что каждый человек имеет право, ну там не на такой жизненный уровень, там просто в контексте надо читать, на определенный жизненный уровень, включая в том числе и медицинский уход, и необходимое социальное обслуживание, и право на обеспечение на случай болезни и инвалидности. Значит, Россия является 1991 годом членом Совбеза ООН. И поэтому, согласно 25-й статье устава, этой международной организации соблюдает, подчиняется решениям Совбеза ООН и выполняет их. У нас в России существует основной закон, называется он Конституция Российской Федерации. Там тоже есть несколько статей, которые непосредственно касаются прав пациента. Это статья 20 «Каждый человек имеет право на жизнь». И более конкретная статья 41 «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Она расшифровывается. «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам на безвозмездной основе, соответственно, за счет бюджетов, фондов территориального медицинского страхования и других программ и поступлений. В Российской Федерации финансируются не только непосредственно программы, касающиеся вашего нахождения в медицинских учреждениях, но и другие оздоровительные программы, которые направлены прежде всего на профилактику различных заболеваний и общего оздоровления населения. И финансируются эти федеральные программы либо из бюджета Российской Федерации, либо из каких-то других небюджетных фондов. То есть принимаются меры по развитию государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность с соответствием с федеральным законам. Это указано в Конституции. Когда это появилось? Ну, наиболее ярким, наверное, примером у нас явился 1985 год, Чернобыльская авария, когда должностные лица замалчивали масштаб произошедшей трагедии. И я думаю, что многие из вас, я в том числе, помнят, когда мы шли на демонстрацию первомайскую, непонятно, под что мы попадали. Значит, в Уголовном кодексе существует 237-я статья, которая говорит об уголовной ответственности за данное преступление, куда попадают под эту статью не только должностные лица, как вот указано в Конституции, а и другие лица ответственные за информирование населения в ситуациях, фактах и обстоятельствах, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Здесь перечислены основные нормативно-правовые акты, которые регламентируют права пациента в настоящий момент. Это федеральный закон 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, федеральный закон 326 об обязательном медицинском страховании, постановление правительства о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Непосредственно Санкт-Петербурга касается закон Санкт-Петербурга номер 715-134 о территориальной программе государственных гарантий. Также сюда входят порядки оказания специализированной медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. Как я уже неоднократно повторяла на своих лекциях, у нас в интернете существует достаточно много сайтов, где вы можете взять полные тексты данных законов. От вас требуется только знать их исходные данные, что мы в принципе и делаем. Сейчас мы немножко поговорим об основном законе, это федеральный закон номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Право на охрану здоровья. Препаратов. Только вчера я читала у нас на докторе Питере о том, что Медведев как раз поднял вопрос о качестве тех препаратов, которые обеспечиваются нашим пациентам. Сейчас будет этому уделено достаточно много внимания и вы тоже проявляете активность. Сообщайте, если какие-то есть нарушения в этой области. Право на медицинскую помощь. И согласно последним регламентам на этом стенде всегда должна быть вывешена информация о тех услугах, которые предоставляются данным медицинским учреждениям на безвозмездной основе. Бесплатно. Бесплатно для вас, естественно, но гарантировано государством. На что имеет право пациент? На выбор врача и выбор медицинской организации. Выбор медицинской организации не чаще одного раза в год. Но это с учетом того, если вы не переезжаете с места на место. Естественно, если вы несколько раз за год переехали, вы имеете право поменять медицинскую организацию чаще. Выбор участкового, педиатра, врача общей практики путем подачи заявления на имя руководителя медицинской организации. Но все-таки хочется указать на то, что при выборе своего врача следует руководствоваться не только тем, как врач улыбается вам, не улыбается или хорошо выглядит, а именно тем, какие у него профессиональные качества. Помимо сарафанного радио, который очень быстро передает информацию от пациента к пациенту, таких организаций, как наша, в которой мы всегда можем порекомендовать хорошего врача, существует еще, опять же, интернет, где сейчас существуют отзывы на врачей. И вы можете там поинтересоваться именно профессиональным уровнем. Может быть, это будет строгий доктор, но очень совершенный в своей профессии. И, может быть, конечно, для вас это будет гораздо лучше, чем улыбчивый, но не такой опытный. Выбор медицинской организации при оказании специализированной медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению, выданному лечащим врачом. При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых возможно оказание медицинской помощи. Нам повезло. У нас все-таки Санкт-Петербург, и у нас есть те медицинские организации, у нас есть выбор. Конечно, в далеких уголках нашей Родины это менее осуществимо. Бывает, что там одна медицинская организация, медстационар, на очень-очень много десятков, иногда даже бывает сотен километров. Так что у нас есть выбор. Санкт-Петербург отличается этим. В случае требования пациента о замене лечащего врача, пациент обращается к руководителю медицинской организации с заявлением в письменной форме, в которой указывается причина замены лечащего врача. Причина, конечно, очень бы хорошо указывать, потому что прошу сменить врача, потому что мне не подошел его голос. Это, конечно, не причина для его замены. Руководитель в течение трех рабочих дней со дня получения заявлений информирует пациента в письменной или устной форме о врачах соответствующей специальности и сроках оказания медицинской помощи указанными врачами. На основании полученной информации пациент осуществляет выбор врача. Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности осуществляется с учетом его согласия. Почему такой пункт существует? Дело в том, что очень хорошие врачи, они, конечно, очень востребованы. И чисто физически они разорваться не могут. Или смогут воспринять, но через месяц, полтора и более. Поэтому вот такой пункт, к сожалению, пришлось ввести. Значит, есть другие какие-то доктора, может быть, менее опытные, не 20 лет, 15 лет проработавшие, но которые действительно хорошо могут справиться с вашим заболеванием. Техника на грани фантастики. В случае, когда нарушаются ваши права на выбор медицинской организации, выбор врача, следует обращаться сначала к руководству медицинской организации, если такие права допускаются его подчиненными. Либо в страховую медицинскую организацию, которая обеспечила гражданина полисом обязательного медицинского страхования. Там у вас на полисе всегда есть телефон, куда вы можете позвонить. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и органы управления здравоохранением. Например, для Санкт-Петербурга это комитет здравоохранения. В этой ситуации вам пригодится документ, подтверждающий факт обращения в медицинскую организацию. Я неоднократно говорила вам, что как юрист я предпочитаю все, чтобы у меня было записано справочки. Помните, талончик, письмо с уведомлением, чтобы были подтверждающие документы, что вы действительно обращались с этим вопросом к руководителю, допустим, медицинского учреждения. Дальше у пациента существует право на профилактику, диагностику, лечению, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Ну, надо отдать должное, опять же, Санкт-Петербургу. У нас более-менее все с этим вопросом лучше, чем в других местах. Если какие-то у вас возникают жалобы, то вы всегда можете их письменно, опять же, отправить либо руководителю медицинского учреждения, либо при отсутствии реакции дальше в комитет здравоохранения. Право на получение консультаций врачей-специалистов. Следует указать тут очень хорошую инициативу НИИ Петрова, которая сейчас охватывает консультации без направления и бесплатной консультации для людей, которые хотели бы посетить онколога. Консультативно-диагностическая поликлиника НИИ Петрова, которая расположена на красных текстильщиков 10 и на Выборгском 640, да, по-моему, у нас, принимает пациентов, людей без направления онколога, при подозрении на какие-то, может быть, симптомы, говорящие о том, что у человека существует заболевание, которое похоже на онкологию, злокачественного образования. Прием бесплатный. Для вас, конечно, это не есть актуально, но у всех есть родственники, друзья, знакомые, к которым можно это порекомендовать. Так что такая возможность есть. Право на облегчение боли, связанное с заболеванием и медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами. Очень много было вопросов, связанных с обезболиванием пациента, очень много, поэтому у нас открылось несколько горячих линий, как всероссийских, так и, соответственно, в Санкт-Петербурге и по месту жительства других пациентов, которые могут позвонить на этот бесплатный номер из всех регионов России. Вот тут дан общероссийский номер. И по Санкт-Петербургу тоже вы можете записать круглосуточный номер по вопросам обезболивания, куда тоже можно любому пациенту позвонить. Успели записать, да? Право на получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличия заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риски, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. Тут главное слово – это доступная для него форма. Мы все являемся профессионалами в какой-то области. И, естественно, если между собой будут два доктора наук, два доктора наук по медицине разговаривать, то мы вряд ли поймем то, о чем идет речь. Сотрудники медицинских учреждений должны доносить до пациента информацию в понятной, удобоваримой для него форме, чтобы он мог на основании вот этих сведений принять для себя решение по дальнейшему лечению. Право на получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях. Ну, это у нас у всех есть. Право на защиту сведений, составляющих врачебную тайну. Ну, наверное, вот это особо актуально для наших известных людей. Мы без конца читаем в желтой литературе какие-то утечки из медицинских учреждений о состоянии их здоровья. Это, конечно, для известных людей очень неприятно. Ну, и для обычного пациента есть право на защиту сведений, составляющих вот эту врачебную тайну. Право на отказ от медицинского вмешательства. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача добровольного согласия пациента на данное медицинское вмешательство. Опять же, после полной доступной формы изложения, что представляет это вмешательство, зачем оно, какие есть осложнения и чем может закончиться. Конечно, существуют отдельные люди, которые не могут адекватно оценить требуемые ему медицинские манипуляции, требующиеся ему медицинские манипуляции. То есть отказываются на разных основаниях. Например, если требуется там переливание крови срочное, врач понимает, что пациент погибает, пытается объяснить, но некоторые люди по каким-то религиозным убеждениям или мечтая стать лауреатом премии Дарвина, отказываются от данной манипуляции. Но в таком случае следует, видимо, привлекать родственников, друзей, которые будут разговаривать, пытаться убедить. Медицинское вмешательство без согласия гражданина допускается по нескольким основаниям. Если данное медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека или его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители. Но сбили человека, авария, он без сознания, срочная нужна операция. Естественно, согласия пациента никто спрашивать не будет, если его родственников нет, никого нет. В отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Если у человека открытая форма, допустим, туберкулеза, естественно, что надо уже и без его согласия действовать, лечить. В отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. Без вопросов. В отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, преступления при проведении судебно-медицинской экспертизы или судебно-психиатрической экспертизы. У меня в производстве был один мужчина, который утверждал, что он может лечить рак. Он вырастил рак у себя на руке, показывая мне. Видимо, это была фибра аденома, я так подозреваю, если я не путаюсь термин. Он говорит, вот я вырастил, его огородил, он у меня не растет. Его согласия я на психиатрическую экспертизу не спросила. Отправила его так. Был установлен диагноз. Маниакально-депрессивный психоз. Но самое интересное, что на меня подоложала бы его жена. Кандидат математических наук. Совершенно нормальная, вменяемая женщина. Что я бедного ее мужа, который при этом загубил 4-х человек своими пассами, отправила в психиатрическое лечебное заведение. Я очень расстроилась, но потом ко мне пришел пожилой мужчина и попытался поцеловать мне руки. Это оказался отец жены. Но вот бывают такие вот люди, которые умеют убеждать так сильно. Отправляем. Право на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской помощи. Но у нас тоже была по этому вопросу тема. Если вы пришли к стоматологу, вам вместо больного зуба вырвали здоровье. Вы имеете право на компенсацию, установку импланта за счет стоматологической клиники. Как договоритесь? Право на допуск адвоката или законного представителя для защиты своих прав. Право на допуск священнослужителя. Предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации. Конечно, я думаю, что никто из медицинского персонала не запретит вам исповедаться, причаститься у батюшки, но проводить, конечно, крестный ход по коридорам больницы, это было бы не очень замечательно, здорово и актуально. Порядок оказания медицинской помощи непосредственно онкологическим больным. Он рекламентируется приказом Минздрава России номер 915-Н от 15-11-12 года об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю онкологии. Если кому-то будет интересен полный текст этого закона, можете найти в интернете. Обеспечиваются скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощью, плановой первичной медико-санитарной помощью, терапевтическая, хирургическая, онкологическая помощь. При подозрении на злокачественное новообразование пациента направляют в первичный онкологический кабинет, затем для уточнения диагноза и определения тактики ведения в онкодиспансер. При подтверждении злокачественного новообразования обратно в диспансер для диспансерного лечения и наблюдения. Далее плановая специализированная, в том числе высокотехнологическая медицинская помощь и палеотивная медицинская помощь. Спасибо вам за внимание. Это телефоны нашей организации. Я думаю, знаете, есть в наших рекламках. И это бесплатная консультация онкологов-онкогематологов. Если кто еще не знает, может записать данный телефон.